Новое здание – это не всегда хорошо, особенно если строить его планируют вплотную к стене многоэтажки. Жители седьмого дома на улице Володарского уже несколько лет ведут бумажную войну с различными инстанциями, пытаясь добиться того, чтобы пристройки у их дома не было. Документов в парке активистов набралось уже немало. Жители обошли не один кабинет. Я приходила к Шарыпову где-то в августе или сентябре 2015 года, когда он был в администрации области. Он собрал комиссию и сказал, будьте добры, там комиссия, организуйте так, чтобы этой пристройки не было. Выступите, пожалуйста, на стороне жителей. Все покивали головами, обещали это сделать. Ну и видите, сейчас вот он глава города, но никаких подвижек в этом направлении нет. В конце января к дому подъехали экскаваторы, испортили свеженький асфальт, вырыли яму двухметровой глубины, пробурили пять скважин. Жители машинам перегородили дорогу и больше ничего сделать не позволили. Теперь, когда стройка почти началась, они всерьез опасаются, что их дом не переживет нового соседа и развалится. У нас еще на жидком грунте стоит дом, у нас нет нормального фундамента, у нас подушка так называемая. Когда подушка, то есть сложно здесь, тут в лужу будут вставить и дом, который поставят, тоже может трезветь. И после того, как они начали вот эти незаконные работы, работы нулевого цикла без разрешения, у нас в стене появилась новая трещина. То есть таким образом мы боимся просто, что у нас вот эта стена рухнет. В администрации поясняют. Данный земельный участок предоставлен по акту выбора в 2015 году под строительство административного здания. Сколько этажей в нем будет, пока неизвестно. Арендатор за разрешением на строительство не обращался. Соответственно, вскрывать асфальт и копать право не имел. Есть информация, что застройщикам проводились работы по инженерным изысканиям. Собственно говоря, застройщик обязан был оформить разрешение на право производства земляных работ, что не было сделано должным образом. Поэтому вся информация по этому факту направлена в административную комиссию для вынесения соответствующих штрафных санкций в отношении застройщика. Жители надеялись, что начало работ без разрешения будет прекрасным поводом для расторжения договора аренды. Но их чаяния не оправдались. Теперь собственники квартир предполагают, что вместо административного здания здесь построят жилую высотку. Договор аренды на землю заключен до февраля 2019 года. В любой момент компания может попросить разрешение и после согласования приступить к работам. Жителей, ответили в мэрии, не спросят. Данный случай мнение собственников не учитывает и обсуждениям на публичных слушаниях не подлежит.